Всем здравствуйте! Где-то полторы недели тому назад я снимал уже на этом месте ролик о ежевике сорта Агавам. Именно эта ежевика растет у меня здесь, на этом месте. Тогда я говорил об преимуществах, недостатках этого сорта. А сегодня я хочу показать вам о преимуществе, одном из преимуществ, таком как урожайность. Хочу показать вам урожай ежевики Агавам. Ну вот здесь все зеленое, а вот здесь смотрите. Только посмотрите, что здесь творится. Ежевика созревает не до момента, то есть некоторые созревают, некоторые еще зеленые, растянутые плодоношения. Смотрите. И это на третий год плодоношения. Посмотрите, какой побег толщиной. А сейчас покажу, какой толщины побег в этом году. Вот. то есть в пять раз толще. Я представляю, что здесь будет на следующий год твориться с ягодами. Ежевика для ленивых. Укрывать на зиму не нужно. Обрезать только нужно ветки, которые плодоносили. Осенью, например, или летом, кто как обрезает. и плюс минимальная подвязка и полив. Ежевика не боится морозов. Нормально себя чувствует. Единственный недостаток, как по мне, это колючки. Но, но, посмотрите, что здесь, что здесь. И еще один плюс. Ну, ягода, скажу так, не очень крупная. Например, брать такой же классический старый сорт Торнфри. Она крупнее, конечно, там в два раза, наверное, но количество и вкус. Ммм, просто супер. Вкусная. Вкусная ягода. Посмотрите, какая красота. Жду с нетерпением и хочу очень увидеть, что будет здесь твориться на четвертый год. На третий год плодоношения есть три побега. Раз, два, и сейчас здесь покажу. Это как бы северная сторона, но тоже ягоды уже созревают. Еще зеленковатые, не отрываются. здесь я сделал ошибку, привязал к столбу. Ветер был, трет ягоду и она портится. Вот здесь все постиралось. А так, а так, все супер. Вот здесь, смотрю, даже уже падает на мульчу. очень вкусный, которая созрела и упала. Просто супер. Вот здесь зажиганку, смотрю, ягода присутствует. ежевика Агава. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока. Пока.